Вы смотрите «Вечер у Владимира» на телеканале «Варианты». Я рада приветствовать в нашей студии председателя комитета Законодательного собрания Владимирской области по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности Александра Нефедова. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну, Александр Валерьевич, насколько я знаю, сегодня было заседание Законодательного собрания впервые в оффлайн-режиме, как мы теперь говорим. Давайте об этом чуть позже. Вначале расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям о комитете, который вы возглавляете, государственного устройства, правопорядок, правопорядка и законности. Чем комитет занимается, чтобы нам было понятно? Жесткое название, да. На самом деле у комитета совершенно большое количество задач, которые он решает. Сам комитет небольшой, 7 человек. Самый, наверное, удивительный комитет все франции абсолютно представлены. Ну, КПСС, наверное, Иван Павлович Алтухова у нас нету, а все остальные есть. Поэтому, конечно, мне комфортно выходить после работы в комитете НЗС, потому что я уже все возражения, скорее всего, слышал и поэтому готов к любому. У комитета основная задача, которую он рассматривает, это то, что связано с организацией органов госвласти. То есть у нас здесь достаточно много их. И здесь вопросы прохождения госслужбы, защиты прав граждан, вопросы, связанные с ЗАГСом, с МФЦ. То есть такие вот с тем, чем наши люди сталкиваются в процессе взаимодействия именно с госорганами. И из-за такого явного и еще с чем мы работаем и с чем сталкиваются потом наши люди, это мы еще утверждаем кандидатов в мировые судьи. То есть они тоже все проходят через наш комитет первично, потом через законодательное собрание. Ну, вообще у нас много полномочий, которые мы рассматривали. Но они такие неинтересные. Ну, вы имеете в виду неинтересные для вас или неинтересные для простого обывателя? Неинтересные, скорее, для простого обывателя. Они направлены на работу государственной машины, на систему. Вот скажем так вот. То есть мы меньше работаем с людьми, мы больше работаем с организацией систем. Если где-то что-то недорабатывает система, это к нам. То есть вот я там, скажем, МФЦ приводил как пример. То есть это вот как раз решение было у нас. И сейчас, я думаю, все, кто пользуются или получают какие-то справки и пользуются МФЦ, когда-то говорят слова благодарности. Особенно если сравнивать с тем, что было раньше, когда надо было ходить в разные. А вот как, кстати, между депутатами распределяются комитеты? Каким образом? То есть вот почему вам достался непосредственно этот комитет? По интересам, там, я не знаю, жеребиям, чем угодно. Как? Ну не так. Я уже все-таки депутат второго сообщества, уже в законодательном собрании. Я первый раз, когда пришел, я тоже в этом комитете работал. Тогда представителем комитета был Кавинов Роман Валерьевич. И я у него тогда работал заместителем. И, собственно говоря, так для себя мог присмотреться, нравится ли мне работа в этом комитете, либо нет. Тогда еще наш комитет был, наверное, вообще самой перегруженной. Сейчас все-таки поделили немного задачи. Часть ушла в другие комитеты, то есть он стал полегче. Ну, а в части других моих коллег могу сказать с уверенностью одно. То есть каждый выбирает то, что ему нравится. Конечно, есть какие-то рекомендации, связанные в основном с тем, что, ну, там, когда депутаты приходят, так сказать, со своими желаниями, и, там, скажем, все идут, предположим, в бюджетный комитет, не представляя, предположим, сезонность этой работы, потому что у бюджетного комитета ярко выраженная сезонность работы, и объем задачи. Ну, собственно говоря, когда все приходят и там формируется комитет, условно, там, из 20 депутатов им рекомендует все-таки посмотреть на другие свои сферы применения своих талантов. Вот здесь вот наш комитет, я повторюсь, он достаточно сложный, потому что законодательством работать, это такая кропотливая очень работа, прям очень кропотливая, но хотя он законодательное собрание в свое название несет. Ну да, с чем еще работать, как не с законами. Ну, то есть, по сути, изначально, может быть, присмотрелись, но сейчас уже это осознанный выбор и уже, ну, как говорится, четкое понимание того, что необходимо делать. Смотрите, в эти дни завтра телеканалу «Вариант» исполняется 14 лет, а законодательному собранию седьмого созыва в эти дни исполняется два года, как вы работаете. Вот сегодня как раз состоялось заседание, да, было ли оно каким-то юбилейным, чем оно, может быть, отличалось от предыдущих, расскажите. Ну, я вначале поздравлю телеканалу «Вариант», да, 14 лет – это, на самом деле, уже срок такой, вот, дети в это время паспорт получают. Здесь телеканалу «Вариант» надо, да, выдать паспорт со знаком качества, с такой медалью. Я надеюсь, у вас именно все так и будет в дальнейшем хорошо. Спасибо. У нас, вот, два года, да, у нас ударный труд. Тут, конечно, совпало, прям, честно скажу, совпало. Мы долго работали в онлайне, уже друг друга просто забыли, как они выглядят, то есть этот говорящий голову на экране – это все-таки немножко не такой формат работы. Хотя мы, естественно, и в законодательное собрание приезжали, на некоторые комитеты, вот, мои коллеги. Я лично приезжал, но вот в целом мы не собирались. Конечно же, это дало о себе знать, как объемом накопленных вопросов, так и желанием, наверное, поговорить. Но, скажу так, вопросов действительно очень много, и это связано еще с активностью самих депутатов. То есть депутаты, вот, эффективно могу оценить по отношению к предыдущему, стали активнее со своими законодательными инициативами, со своей работой. Раньше очень много у нас готовила администрация области. То есть вот приходили законопроекты от них. То есть они хотели поменять как-то свою структуру с помощью нас, и мы им в этом помогали. А сейчас обратный процесс. То есть, наверное, 75% всех законопроектов, которые инициированы, они идут не от администрации, они идут от депутатов. Это, на самом деле, классно. Считаю, что вот люди в этом сейчас показывают свое, ну, как бы сказать, желание, что ли, изменить все к лучшему. У нас есть звонок зрителя, давайте выслушаем его. Александр у нас на связи. Алло, Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Меня интересует такой вопрос. Вот какие законы для обывателей, для владимирских, для простых жителей, хорошие, по вашему мнению, изданы? Вот я знаю, что вы лоббируете, значит, интернет. У домов копали в апреле, в разгар пандемии. Пытался жаловаться, никто не отвечает ничего. Законные вот эти вот столбы, которые для интернета, а интернет, вот, он гораздо дороже, чем достоин. Получается, что столбы зря копали. Простые люди, как живут? Скажите, пожалуйста. Вопрос немножко, наверное, коммерческий. Да, спасибо за вопрос. Скажу так, в период пандемии мы, конечно же, вынуждены были работать в усиленном режиме. Это вот сразу. Так, это мы сейчас говорим не о законодательном собрании. Не о законодательном собрании. Поэтому я просто сделаю. И это было вызвано необходимостью перевода всех, в том числе, государственных органов и взаимодействия с ними в онлайн. И мы, в том числе, вынуждены были бы в своей работе фактически осуществлять государственную задачу обеспечения жителей, в том числе, качественной связью. В части законности, естественно, работает все законно. То есть сейчас у Александра есть вопрос. Я готов этот вопрос записать, оставить, если у меня есть телефон, перезвонить, объяснить. Если где-то что-то, по его мнению, было неправильно разобраться, исправить. То есть все что угодно. То есть, Александр, оставьте, пожалуйста, свой номер телефона. Конечно, Александр с вами свяжется, расскажет, почему столбы возле домов. А для чего столбы? Я предполагаю, это столбы для крепления кабеля, для монтажа. Понятно. Так, хорошо. А столбы для крепления кабеля, а, то есть для интернета? Ну, вероятнее всего, да. То есть, если Александр спрашивает про интернет, я предполагаю сейчас, но я готов прям разобраться, что там были за столбы. Может быть, это там не наши столбы были, условно, для видеонаблюдения ставили. Такое тоже есть там для программы «Безопасный двор» либо «Безопасный город». А почему не вешают на те же столбы, которые есть? А по-разному. Иногда делают так, иногда делают так. По-разному. Иногда в землю убирают. Где это есть? Ясно. Ладно, хорошо. Давайте вернемся к работе законодательного собрания. Ну, как я понимаю, здесь в законодательном собрании никаких законов непосредственно для того, чтобы там где поставить столбы, где нет. Мы ничего не принимали, и на повестке этого не было. Вот, кстати, один закон, который уже успел нашуметь в плане, еще на стадии законопроекта, это так называемый закон о зажигалках. У нас есть комментарии из Молодежной Думы. Давайте сначала послушаем, а потом вы, возможно, нам расскажете, прокомментируете. Внимание на экран. Опасность сегодняшнего дня – это как раз снифинг. Снифинг – это путем вдыхания газа, употребления газа, вызывается опьянение. Это молодежь получает из зажигалок и из различных других изделий, содержащих как раз углеводородный газ. Мы в пятницу в Молодежной Думе провела рейд, как раз по, не рейд, а акцию в поддержку принятия данного законопроекта, в котором мы в этой акции опросили жителей, и большинство жителей, подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого законопроекта. Также на заседании Совета Молодежной Думы мы также поднимали этот вопрос, принятие этого законопроекта, и большинство молодежи, также подавляющее большинство проголосовали за. Известны такие случаи, когда молодежь, молодые люди под воздействием этого газа совершали те или иные правонарушения. Так, только в городе Владимире на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних состоит 11 человек. Также в июле этого года был случай, что ребенок, употреблявший газ, умер. Итак, Александр, а вот что за закон в итоге ЗС? Очень, на мой взгляд, хороший закон, то есть он аналогичен законам, которые ограничивают наших детей от употребления спиртного и различных наркотических веществ. То есть этот был закон, разработанный по инициативе нашего прокурора, авторами этого закона является также Киселев Владимир Николаевич и я. То есть закон запрещает продажу, либо вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженных углеводородных газов. То есть по-простому его окрестили законом зажигалка. Конечно же, это не закон о зажигалках, то есть дети, которые страдают от этого, не используют какую-то крупную форму, баллончики, еще что-то. И уже участились не только случаи постановки ночи от таких детей, но и уже смертельные случаи есть, о чем Быстров сказал. И здесь эта инициатива шла не от законодательного собрания, то есть были многочисленные обращения, в том числе из комиссии по несовершеннолетним, с тем, чтобы законодатели как-то способствовали решить этот вопрос. Проблема здесь даже, знаете, в чем? То есть сейчас несовершеннолетнему любой продавец не имеет права даже отказать в продаже вот этого продукта, ну не знаю, газового баллончика. При этом, я думаю, вы понимаете, что это не предмет первой необходимости и не то, что там ребенку нужно в его повседневной деятельности. Более того, раньше, безо всяких законов, в советское время, я это помню, нам не продавали спички в магазине. То есть смотрела на тебя продавщица и говорила, нет, ты там молодой еще, будешь тут озорничать, иди, спички тебе не продай. Но сейчас такого невозможно, то есть у продавца нету даже формального обоснования для того, чтобы не продать. Да, сейчас мы фактически вводим формальное обоснование, поэтому я считаю, это очень своевременный закон. То есть сейчас будем бороться с этой бедой. Но, конечно же, это не избавляет от необходимости профилактики. Это самое первое, основное, я всегда об этом говорю. То есть начните с профилактики. А мы, как законодатели, постараемся вам помочь, чтобы какие-то уже такие моменты дожать. Давайте еще одному зрителю ответим. У нас на линии Татьяна. Алло, Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте. А дело в том, что, конечно, очень долго вас ждала. Я пенсионерка, у меня, кажется, денег не очень много на телефоне, но достаточно долго вас ждала. И вам благодарна, что меня все-таки хотите выслушать. Я что хочу сказать, что на самом деле, в настоящее время, коронавирус, это полное безобразие нашей стране. Вот, что хочу сказать. Потому что это, когда наши дети болели, у меня как-то внук, он был ему месяцев 8. И когда он болел, я там обращалась, слава богу, там, Виктор Станш-Кирюхин, департамент здравоохранения. Вот, потому что ребенок там, когда врачи проходили, там, так вот, не помогали, там, это. То есть, помогло то, что вот, когда сделали, вот так вот, вот этот сам вот этот вот анализ. Вот, и сейчас вот это вот, то, что это коронавирус, мне кажется, просто делают для того, чтобы просто люди как-то, не знаю, как там, что-то там сделать, там, с ними. Вот. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое, Татьяна. Ну, вот здесь, Александр, я немного, да, может быть, сокращу вопрос. Что делает законодательное собрание, возможно, в поддержку тех, кто пострадал от коронавируса? Вот, ну, я думаю, что это на повестке есть, пандемия, коронавирус, какие законы? Здесь у законодательного собрания нет механизма адресной помощи адресному человеку, который обратился. Это все-таки, там, другие механизмы для этого работают. Но в целом, вообще, для поддержки тех, кто пострадал от коронавируса, мы делаем очень много. Ну, то есть, там, про медицину говорить, наверное, не надо. То есть, про выплаты, то, что там у нас законодательное собрание изначально решило делать выплаты медикам из регионального бюджета. И здесь надо было отдать должное работе администрации, которая тоже вместе с нами помогала изыскать средства на то, чтобы сделать выплаты. А потом только федеральное правительство взяло на себя эти расходы, и теперь это как бы не у нас. Коронавирус, он все-таки так ударил нас по всем сферам деятельности. И одна из, вот, на мой взгляд, самых таких заметных сфер, если не брать медицину, про которую я сейчас сказал, это, конечно же, сфера, связанная с трудоустройством людей. То есть, ну, много людей у нас с вами сейчас остались либо без работы, либо там были в состоянии поддержки, когда им платили только минимальную зарплату МРОД, даже когда они работали не дома. Вот мы сегодня, кстати, принимали один из законов, налоговый закон, который в том числе там был нацелен на поддержку людей, пострадавших от коронавируса. Вот. Я бы, знаете, на что бы хотел сейчас сакцентировать внимание. Вот наша задача, она, как законодательное собрание, не в том, чтобы помогать адресно, а в том, чтобы помогать всей системе работать. У нас проблемы какие? Вот, как я их вижу, с коронавирусом возникли проблемы в медицине. То есть, здесь мы воспользуемся помощью федеральной, и здесь у нас и вводились новые помещения, корпуса для того, чтобы принимать больных, пострадавших. Вторая у нас проблема. Это проблема, связанная, социальная связанность с работой. Здесь было пристальное внимание с нашей стороны за тем, как у нас работодатели работают. И мы предложили целый пакет поддержек, которые позволяли бы работодателям, которые, в принципе, остались сейчас в самой худшей позиции. То есть, они людям должны платить деньги, но не имеют на это возможности. Там были предложены и отсрочки, и различные налоговые льготы, и там целый пакет был. И мы здесь сделали все, что с нашей стороны было доступно. Конкретно по адресной помощи, наверное, конкретной женщине Татьяне. Органы местного самоуправления, то есть, они, в принципе, специализируются на оказании какой-то помощи. То есть, если есть какое-то обращение адресное о том, что необходимо помочь, ну, всегда к нему подходит адресно. Потому что, я думаю, вот наш зритель, он задал вопрос именно такого толка, не толка, что же делает законодательное собрание для нее конкретно. Законодательное собрание все-таки делает в целом, для отрасли, для нашего... Вот скажите, да, вы еще руководитель коммерческой структуры, ваша коммерческая деятельность пострадала ли во время коронавируса, и ваша работа в законодательном собрании отражает ли, да, вот можете ли вы, исходя из того, как прошла пандемия и так далее, делать какие-то выводы и, возможно, ну, там, я не знаю, изменить что-то в законах, которые принимаются. То есть, вот, да, там первый телезритель звонил, говорил, лоббирование интересов, ну, вот, если, да, так можно сказать. Ну, с точки зрения коммерсанта... Потому что, видите, узнали, да, позвонили, сразу узнали, как руководителя коммерческой организации. То есть, вот, как здесь удается и удается ли лавировать? Ну, в любом раскладе в законодательстве есть определенный компромисс. То есть, мы должны учесть интересы разных людей, разные стороны. Вот сейчас, Катя, один из ярчайших примеров, который был сейчас принят, это вот налоговый законопроект, был сегодня в первом чтении принят закон о внесении изменений в закон Владимирской области о налоге на имущество организации. Такой непростой вопрос, настолько он неоднозначный. То есть, это вопрос, который для тех предпринимателей, которые сидят, там, ИП, там, сидящие на ИНВД, либо на упрощенной системе налогообложения, на патентной системе налогообложения, заставит их с 2021 года, с 1 января, платить дополнительно деньги, которые они до этого не платили. То есть, это будет платеж по кадастровой стоимости, ставка налога на имущество у них появится, 1,5% по кадастровой стоимости. Но мы, как депутаты, понимаем, что это... Ну, для тех, у кого имущество есть, да? Это для тех, у кого имущество есть. Ну, предположите такая ситуация, торговый центр. Мне приходят жители и говорят, они жирные коты. Я говорю, как жирные коты? Ну, они же, говорят, там просто сдают площади в аренду, сидят и ничего не делают. Никто не хочет посмотреть на это дело с другой стороны. Вот мы сломали сейчас очень много копий, когда про этот закон говорили. И почему в первом чтении? Вот посмотрели. Потому что, да, с одной стороны, бюджет, как сегодня нам сказали при выступлении представителей администрации, получит дополнительно плюс 20 миллионов рублей, если введется вот эта налоговая ставка. То есть, казалось бы, это хорошо, бюджет у нас будет более наполнен. Но вот депутаты, когда стали анализировать, говорят, это же и плохо. То есть, от вот этих мест, на которые, получается, вот этот налог попадает, то есть, вот от этих торговых центров зависит большое количество малых предпринимателей, которые там сидят в аренде. И у них, по нашему мнению, может подняться сейчас арендная ставка. А сейчас, когда у нас с вами из-за коронавируса были торговые центры закрыты, люди ничего не заработали. То есть, ну как, это компромисс, я считаю. Мы сейчас для себя приняли обоснованное решение не вводить этот закон, сейчас сразу же, как наставили некоторые горячие головы, а принять его в первом чтении, оставить время для принятия поправок до 10 октября, администрации предложить посчитать риски, ну и, собственно говоря, в дальнейшем принять. И при этом не принять этот закон мы не можем. Мы опять же это приняли. Может быть, лучше оставить на следующий год ставки УСН, такие же, как приняли в этом году. И как раз вот те мелкие предприниматели, которые находятся в торговых центрах, им будет более низкая нагрузка налоговая. У нас еще один звонок телезрителя. Игорь Петрович, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я напоминаю, что наш эфир прямой. В гостях у нас сегодня председатель комитета законодательного собрания Владимирской области по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности Александр Нефедов. До рекламы был звонок. Несколько вопросов затронул телезритель. Первое – это машины под окнами, которые включают музыку, и никакой управы на них нет. Второе – банкротство, вопрос о банкротстве и сгоревшие вклады. Давайте как-то прокомментируем все эти три вопроса. Проще, наверное, пойти с конца. Сгоревшие вклады – это все-таки полномочия федерального уровня, то есть на уровне законодательного собрания. Я вряд ли смогу даже что-то здесь аргументированно ответить, а свое мнение высказывать, считаю, не вправе. Банкротство. То есть я от зрителей не услышал как бы расшифровку, что же он все-таки хотел сказать. То есть у нас банкротство. Сейчас с 1 сентября был принят закон о быстром банкротстве, опять же федеральный. То есть как он будет сейчас работать, этот механизм, я еще не знаю. Вот и вопрос, он был как-то увязан именно со вкладами. Я, опять же, если перезвонит этот телезритель, либо ставит свой телефон, я попытаюсь отдельно за рамками поговорить, потому что отвечать на вопрос, который для себя четко не сформулировал, я, наверное, считаю неправильным. Ну и первый вопрос, который касается уже полномочия законодательного собрания, у нас был принят такой закон о тишине. И здесь это действующий закон, где у нас органы местного самоуправления могут назначить людей, которые будут заниматься штрафами, то есть и, соответственно, работать с теми нарушителями спокойствия, которые у нас в ночное время ездят на машинах. Так и органы внутренних дел, полиция. Но, насколько я понимаю, сейчас еще пока не заключены дополнительные соглашения между нами и между администрацией, и органами внутренних дел, чтобы они это делали. Но закон уже есть, мы для этой цели все сделали. То есть, в принципе, есть механизм, который позволяет пусть и не выселять Чечню, как предложил наш телезритель, но штрафовать и наказывать людей, которые нарушают покой граждан. Уже действует грамочный. Смотрите, сегодня еще в повестку дня, насколько я знаю, было включено выступление заместителя губернатора области с информацией о реформировании структуры администрации Владимирской области. Что реформируете? Насколько это может быть интересно нам, гражданам? Что изменится для нас? Будете ли вы работать, точнее, не вы, а администрация Владимирской области, лучше, хуже? Я все-таки всегда исхожу из предпосылки, что у нас все, кто работают, они стараются сделать что-то лучше. То есть, у Аркадия Ботсон-Харченко сегодня было четкое видение, большая презентация, которую мы с коллегами обсуждали. То есть, мы ее обсуждали и накануне, во вторник, я тоже приезжал у Владимира, чтобы обсудить. И сейчас в процессе обсуждения очень много вопросов возникло именно по реформированию системы. То есть, цель благая. То есть, у нас запущена процедура, она идет аж с 2005 года по реформированию органов госвласти. И здесь, с его точки зрения, он пытается привести систему к более стройной. Но вот у меня лично есть достаточно авторитетный человек в круге моего общения, и он депутат МЗС является, это Юрий Матвеевич Федоров. И он прям всегда отвечает на вопросы, которые у нас возникают. И эти вопросы, они у меня одного у меня возникают. Вообще, кадровая политика администрации области, она всех тревожит. То есть, вот эта вот беспрестанная чехарда с изменением тех людей, с кем необходимо работать, она, почему-то говоря, вызывает резонный вопрос. Почему? То есть, вот у Аркадия Александровича есть видение, что необходимо изменить структуру администрации, и администрация планово это делает. Сегодня нам на наш суд, на суд депутатов в законодательном собрании, было представлено введение с целевыми показателями, как это будет по мнению, так скажем, представителей администрации, губернатора происходить. У нас возникло много вопросов, прямо скажем, много вопросов. И мы предложили со своей стороны обсудить новую вот эту структуру, как предлагается на круглом столе. То есть, у нас есть здесь филиал Ранхикс, где, ну, где уж как не там профессионалы соболезь, вот там это поддержали предложения представителей разных фракций, там, Единой России и КПРФ, то есть, для того, чтобы вот эту структуру, то, к чему мы идем, обсудить там. Цель благая, я считаю, но, скажем, первый этап, который нам озвучили, он фактически, на мой взгляд, это переклеивание вывесок. То есть, назывался департамент одними словами, стал другими называться. То есть, к сокращению людей, непосредственному сокращению людей, ну, то есть, к высвобождению от каких-то тублирующих полномочий, это не приводит. Но к расходам, по моему мнению, опять же, по моему сейчас мнению, скажу так, это приведет однозначно. Потому что, даже изменив название департамента, вы обязаны будете поменять бланк, выпустить новую печать. В конце концов, не знаю, вы искренне будете поменять. Это все расходы. В общем, ждем экспертного мнения. Я скажу так, да. Я вот сторонник взвешенных решений. И здесь коллеги меня поддержали, и поддержали не только меня, но и других депутатов, когда они все дружно высказываются про одно. То есть, надо взвесить. Круглый стол, я считаю, здесь в помощь. Ранхикс у нас хорошая площадка, просто отлично, я считаю. Еще один звонок телезрителя. Алло, Ирина, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Хотели бы задать вопрос вашему гостю по поводу лекарственных препаратов, которые сейчас продаются и повысились буквально порядка 30%. Хотели бы уточнить, на законодательном собрании пенсионеры, инвалиды не имеют таких больших доходов и не имеют такую большую пенсию в размере 30%, у нас все время повышается 5-6%. Поэтому хотели бы уточнить, как жить с такими ценами, и что с этими ценами, как их можно ограничить, или наоборот, какую-то ввести льготную категорию, чтобы эти люди, как вы говорите, адресно получали помощь. Ну как же вот на такие 30% надбавки прожить пенсионеру, либо инвалиду? Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Здесь надо все-таки разделить. Это лекарство входит в список лекарств, на которые цены ограничены, и формируются правительством, либо же это что-то другое. То есть, в принципе, на аптечные сети, которые работают по своей маржинальности, мы впрямую влиять не можем. Мы не можем коммерческую организацию ограничить в ее хозяйственной деятельности. Если же есть случаи, которые касаются вот этого списка лекарств, которые у нас должны проходить под контролем, ценообразование, которое проходит под контролем государства, то это прям вопиющий случай. То есть, если есть информация, и вот наш телезритель нам оставит телефон, то обязательно разберемся и попроверим. Общее, то, что вот сегодня хочу заметить, на законодательном собрании затрагивали, прям затрагивали, то же самое лекарство от коронавируса, которое сейчас в публичную продажу выводит. Его стоимость превышает минимальный размера труда. Это просто какая-то... А нужно две упаковки, то есть два прожиточных минимума нужно. Да, да, да. И сегодня коллеги на это задавали вопросы, и мы будем смотреть, что с этим можно сделать. То есть, у нас из года в год, вот сколько я помню, у меня получается два года в этом законодательном собрании и пять лет в предыдущем, мы с каждым годом все больше и больше закладываем в бюджете денег на обеспечение лекарственными средствами. Ну, правда, там специфические лекарственные средства, ну, то есть, возможно, некие лекарства, которые там наш телезритель затронул, мы тоже включим в этот перечень. Ну, то есть, мы на них будем... Мы будем их оплачивать, по-простому говоря, с бюджета. Потому что, ну, здоровье нации, я считаю, это одна из самых приоритетных вещей. Если для этой цели нужно лекарство, надо изыскивать способ, где взять деньги. Александр, у нас буквально пять минут эфира, давайте успеем ответить еще одному телезрителю. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Галина Владимировна, здравствуйте. У меня такой вопрос. Алло, здравствуйте. Да, 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 говорите. Да. Вот, значит, по поводу светофора на улице Горького. Увеличили время теперь с Юрьев-Польского направления, и сегодня со стороны Доброго утром от Самохвала до Содышки стояли пробка в три ряда машины. Это люди на работу опоздали. Почему так сделали? Там вообще ни машин теперь не стало с Юрьев-Польского, а здесь невыносимо ехать было. Все опаздывали, и автобусы, и на частных машинах. Ну, это что это такое? Полтора часа добираться от Самохвала до улицы, когда тут пять минут ехать. Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, не в моей сфере, но я думаю, я могу в администрацию города Владимира передать эту проблему, то есть все-таки это ведение органов местного самоуправления. То есть я тоже сегодня увидел, как консультант в моем комитете, в законодательном собрании тоже опаздывал на работу. То есть, видимо, это вот звенья на цепи. То есть над этим тоже нужно работать, да? Ну, адресно. Да, и смотрите, буквально не так много времени, минуты четыре у нас остаются. И если уж мы заговорили, да, вот спускаться по уровням власти ниже, то тогда сегодня, насколько мне известно, вот сегодня у нас в эфире был Сергей Валентинович Казаков, он тоже немного затронул эту тему, что сегодня был рассмотрен проект закона об отдельных вопросах статуса полномочий, прав и гарантии деятельности старост сельских населенных пунктов во Владимирской области. Вот, как я понимаю, для нас, нас смотрят во всей Владимирской области. Для чего разработан этот закон? Ну, значит, данный закон был, кстати, разработан депутатами Киселевым и Картухином. То есть, на мой взгляд, очень важный закон, потому что сейчас, в принципе, вот, там Владимир большой город, да, там Александров, откуда я родом, тоже не такой большой, как Владимир, но большой. Но как только мы выходим за пределы, самый главный представитель администрации – это староста. И этот староста – это человек, который, по сути, обладает очень большим авторитетом по отношению к жителям своим, но иногда его права ничем не подкреплены. То есть, он, с одной стороны, должен обеспечить, там, не знаю, там, собрать сход и решить вырыть колодец, а с другой стороны, он не может прийти в УМВД и решить проблему, связанную, потому что у него статуса не хватает. Его просто никто слушать не будет. Его просто никто не будет слушать. Казалось бы, простейшая вещь. Я часто слышу такие вещи. Ну, он же авторитетный человек. Староста все знают. Да, его знают. Но его знают где? Там, где он живет. То есть, его, скорее всего, знает глава администрации, там, сельского поселения, еще что-то. А вот, там, органы, там, федеральной власти, еще какие-то, они... Ну, пришел к ним Василий Петрович. Он даже удостоверение показать не может. Поэтому, я считаю, важнейший закон. То есть, у нас именно благодаря старостам сейчас изменяется, в принципе, вот наше село. Картохин, депутат Картохин, он в этом смысле, мне вообще кажется, одним из таких, как бы, локомотивов. Вот, там, тот же самый конкурс, самое красивое село Владимирской области, которое делает. Это тоже его заслуга. Он понимает, и я его здесь вот убежденность поддерживаю, всегда стараюсь ему здесь помочь, что село – это, там, наша жизнь. Пусть там живет не такое большое количество жителей в Владимирской области, как в центральных городах, но то, что там есть душа – это точно. Поэтому, вот этот законопроект его поддерживали. Здесь старостам гарантируется, там, скажем, получение консультации специалистов, местных органов власти. Они могут присутствовать на советах, выступать там на этих советах. Ну, то есть, все. Закон был еще хорош тем, что именно с представителями старост было обсуждение. И они говорили, какие у них проблемы. Вот это было здорово. Потому что иногда, все-таки, когда пытаются что-то оторванное от реалий сделать, это неправильно. Поэтому, отличный закон. Да, кстати, у нас 1250 старостов в Владимирской области. Это очень многих людей касается. Ну что, спасибо большое. Я напоминаю, наш гость сегодня – председатель комитета законодательства собрания Владимирской области по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности Александр Нефедов. Александр Валянович, спасибо вам большое. Спасибо, Адинь. Спасибо.